Чтобы спорт был на пользу, нужно эффективно распоряжаться свободным временем, уверены участники группы «Добрый час». Эта спортивная секция появилась два года назад в физкультурно-оздоровительном комплексе города Одинцова с подачи тренера Владимира Соснова. Основу составили пенсионеры, которые в свободное время готовы заниматься своим здоровьем. В начале занятий пульс. У многих было 110-120. Сейчас практически у всех норма. До 80 пульс в минуту. Это я считаю нормой. Теперь выносливость. Они с трудом пробегали 500 метров у меня. Сейчас они просят, чтобы еще прибавить упражнение на выносливость. Ритмичное дыхание для кровообращения, двигательная активность для тонуса мышц. Нагрузка распределена таким образом, чтобы не навредить. Обязательные условия тренировок – измерение пульса и давления. Только так, со здоровыми показателями, можно приступать к занятиям физкультурой. После тренировок, ощущая легкость в ногах, ну и вообще так в теле, тонус улучшается. В основном работа сидячая, транспорт, двигаемся мало. Здесь нам это очень помогает. Упражнения на гибкость и выносливость сменяются соревнованием. В борьбе проявляется энтузиазм и азарт. Новоиспеченные спортсмены уверены, что активный досуг – дело не только молодежи. Физическая нагрузка в почтенном возрасте повышает жизненный тонус и состояние иммунной системы, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Оздоровительная группа «Добрый час» открыта для всех желающих. Занятия проводятся бесплатно в физкультурно-оздоровительном комплексе города Одинцова. Мария Подъепольская, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова